получилось ну и в прошлый раз с вами прочитали и дочитали предисловие к мишне общее увидели то есть мы не все конечно прочитали но прочитали ту часть которая является условно философской или более философской чем все остальное что посвящено структуре мишне и передачи устной традиции это мы не читали мы прочитали только то что касается с одной стороны агодической части писания агодическая часть писания как там сказал маймонит содержит тайны торы или божественной науки или теологии физики метафизики теология в данном случае синоним метафизики и увидели что он пишет по поводу цели человека и цели создания подлунного всяком случае на подлунного мира обслуживающего человека который должен реализоваться как разумное добродетельное существо ну и в целом человечество не может быть таким как мы поняли да но энное количество индивидуумов могут этого достичь остальные в каком-то смысле должны их также как и весь остальной мир поддерживать и обслуживать для того чтобы сотворенное предстало в лучшем виде и можно сказать что вот в этой тексте который мы будем читать сегодня это предисловие к комментарию десятой главе трактата Санлиндринг называется и мы почитаем вот эти видите таким темным шлифтом это в будущей книжке замечание переводчика Александра Фегина который собственно и переводил вот этот текст это его перевод с иудию арабского и мы почитаем сегодня вот это предисловие это второе особое предисловие их три это общее предисловие предисловие 10 главе трактата Санлиндрин и предисловие трактатуа вот сегодня мы почитаем не знаю может быть даже успеем прочитать не очень большой текст может быть не все мы будем читать где-то перескочим где он развивает в каком-то смысле те мысли которые были высказаны в предисловии видимо предполагаю что он будет более подробно объяснять это вот в предисловии к этой 10 главе 10 глава трактата Санлиндрин она начинается смешной относительно которой исследователи спорят является позднейшим дополнением или изначально было в аутентичной версии этой 10 главы начинается она с того что говорится о том что у каждого еврея есть доля в грядущем мире как сказано народ твой все праведники навеки унаследуют землю растопною посажены дело рук моих расслабляющий это цитата из Ишаяеву а вот те у кого нет доли в грядущем мире и дальше перечисляются те кто в грядущий мир не попадет это заявляющие что воскресенье мертвых не обещано в торе и что тора не дана с небес а также еретик кто бы он ни был этот самый еретик да это пока что опекорс то есть араби акила говорит также читающие внешние книги как здесь переведено имеется ввиду с фарим хитсунеем действительно это буквально перевод северита но книги как бы имеется ввиду книги не принадлежащие еврейской традиции а также тот кто шепчет над раной ни одну из болезней что я навел на египет не наведу на тебя ибо я господь твой целитель то есть вот это шептание над раной она тоже с точки зрения арабия киева и не очень да и человек лишается доли в будущем мире а башауль говорит также тот кто произносит имя всевышнего по буквам чтобы это не значило то есть имеется ввиду тетраграмматон да по-видимому четырех буквенное непроизносимое имя и вот если кто-то его произносит а мы так сейчас все время делаем принято говорить о тетраграмматоне но по-видимому имеется ввиду нечто иное то есть что значит по буквам не очень понятно это мишна то есть мы не будем сейчас можно было бы остановиться и подробно разбирать саму эту мишну не очень простая как мы видим да есть масса вопросов но это мы делать этого не будем посмотрим что по этому поводу пишет рамбом своем предисловии он говорит следующее я намерен здесь рассказать о многом весьма важно касающимся основ веры знаний разделились мнения верующих отношения вознаграждения которого удостоятся люди исполняя заповеди данные всевышним через маше господина нашего и в отношении наказания которое постигнет нас если мы их нарушим относительно этого велико разногласия подобно различию интеллектуального уровня спорящих и велика путаница в их взглядах до такой степени что не найдешь ты здесь идеи ясных и правильных у кого-либо но лишь с огромными искажениями